На уроках математики. Это третий вебинар подряд на каникулах, которые идут в большинстве регионов Российской Федерации. Надеюсь, что вы совмещаете полезное с приятным желанием познать новое, расширить свой педагогический арсенал. И, конечно, мы в этом рады вам помогать. Наш вебинар – это вебинар в серии вебинаров, посвященных теме учебная самостоятельность. И мы рассмотрим вопросы, касающиеся ресурсов завершенной предметной линии математика учебно-методического комплекса «Школа России» для формирования и развития учебной самостоятельности обучающихся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Многие годы накопила богатейший теоретический опыт. Который позволяет нам активизировать его в педагогической практике. Перед вами знакомые каждому педагогу пособия. Это и избранные труды наших знаменитых ученых, известных нам по целым концептуальным теориям. Это и труды Леонида Владимировича Занкова, и Шалвы Александровича Аманашвили, и ученых-психологов Галины Анатольевны Цукерман, Александра Леонидовича Венгера. Их пособие развития учебной самостоятельности конкретно посвящено данной теме. Многие годы этой темой занималась Лидия Владимировна Жарова. Еще в 1993 году вышла ее книга «Учить самостоятельность» в издательстве просвещения. И я уверена, что во многих библиотеках ваших школ или в ваших личных библиотеках данное пособие можно найти. Также рекомендую вам обратиться к очень содержательному труду Нины Ильяковлевны Чутко. Это ученица Леонида Владимировича Занкова, соратница. Формирование учебной самостоятельности, учебной деятельности в начальной школе. Ну и, конечно же, очень важный для нас аспект, современный, это работа по проектированию условий, содействующих формированию универсальных учебных действий. Труды под руководством плеяды современных ученых, разрабатывающих пособия по федеральному государственному образовательному стандарту под руководством нашего известного доктора психологических наук Осмолова. Ну, для маленькой разминки, для включения вас в активную, надеюсь, работу, я предлагаю обратиться к цитате одного из величайших ученых. Уверена, что вы сейчас мне сходу назовете его фамилию. Зона ближайшего развития ребенка – это расстояние между уровнем его актуального развития, определяемым с помощью задач, решаемых самостоятельно, и уровнем возможного развития, определяемым с помощью задач, решаемых под руководством взрослых в сотрудничестве с сотоварищами. Уверена на сто процентов, что все вы правильно определили ученого, которому принадлежат данные важнейшие для нас высказывания – это Лев Семенович Выгодский, основоположник всей теории, которую мы сейчас активно с вами реализуем в рамках федерального государственного образовательного стандарта. Конечно же, опора для нас в разговоре, как всегда, источники значений работы с информацией самостоятельный. Это значит независимый, свободный, неподчиненный, вольный, действующий по собственной инициативе, сам себя побуждающий к началу какого-либо дела, и, конечно же, самостоятельное дело – это дело, совершаемое без чьей-либо помощи. Вот так трактуется это в разных словарях, ну а из этимологии мы с вами все, я думаю, хорошо знаем способ образования данного слова от позиции «сам стоять». Как это очень важно и актуально, как это значимо для каждого родителя, который ожидает первые шаги, первые шаги ребенка в физическом развитии, первые шаги к самостоятельным действиям. И, конечно же, та важная составляющая ожидания всех, ожидания государства, ожидания общества, родителей, самого ребенка. Быть самостоятельным, значит быть свободным, уметь выбирать. И как здесь актуальны слова, вот вы видите, я вам такой образ представила на слайде. Человек, стоящий на развилке дорог, умеющий думать, выбирать свой путь, путь в профессиональном становлении, путь в становлении жизненных приоритетов, ценностей, смыслов. То, что сейчас у нас является концептуально важным, целеполагающим в рамках реализации всей стратегии развития образования, и, конечно, реализуется это через нормативно-правовую базу и все наши дидактические ресурсы. И вот здесь актуальность для вас стихотворной строкой обозначается Николая Рыленкова. Я думаю, вы все легко эти строчки сразу себе цитируете. Дорога-то, что сам искал, вовек не позабудется. И, конечно же, вот те позиции развития самостоятельности, а самостоятельность мы будем рассматривать как качество личности, создание условий для воспитания самостоятельности у ребенка, для освоения способов, содействующих самостоятельности и независимости в семье, дошкольных образовательных организаций. И вы видите некоторые примеры иллюстрации ожиданий. Вот он взял сам впервые ложку, да, и удовлетворяет свою потребность биологическую. Вот он застегивает пуговицы, шнурует себе ботиночки. Как это очень сложно, как это очень важно для развития внутреннего самоосознания, что я могу сам. Как важно создать условия для этого. Это и соответствующая развивающая среда в семье. Это и важные позиции, связанные с соблюдением режима дня. И, конечно же, это терпение, настойчивость в становлении этого важного качества. И одна из важнейших составляющих, которая ведет к самостоятельности, это, конечно же, поисковая активность, которая порождает исследовательское поведение. И важнейшая функция адаптации к динамичному миру, к возможности состояться, активизироваться и возможности выжить в таком сложном для ребенка мире. Мире, который должен быть защищен. И ребенок, конечно же, проживает детство комфортно. Единственная важная составляющая создания условий, быть рядом, быть вместе. И вот здесь я привела цитату Шалва Александровича Аманашвили как напоминание нам, взрослым. Взрослым постоянно надо помнить, что детство существует вовсе не назло воспитателям, а на дар природы человеку, чтобы тот вечно познавал необъятное. Вот эта жажда познания, то, что ведет к позициям сам, к позициям умения выходить за границы своих незнаний. И, конечно же, очень важные здесь моменты, связанные с позицией со, сопровождение, совместная деятельность, сотрудничество. Ну и вы видите, я рядом примеров просто показала, как действительно очень важно это в любом возрасте, начиная с самого раннего периода. Вот они, ясельники дошкалята. Как это важно, конечно, в условиях сопровождения ребенка, быть вместе, быть рядом, поддерживать. Вот эта вот фотография, образ, которую я представила, ребенок, катящийся на велосипеде, и возможность его поддержать, возможность ему оказать помощь, да, прийти на помощь, если будет трудность. Но при этом вот эта вот жажда быть самостоятельным, посмотрите, как ребенок движется вперед, можно прочитать его эмоции. Ну и, конечно, важные позиции сотрудничества, вместе открывать и познавать. Вот такие позиции, конечно же, как целевые компоненты для нас, заложены в федеральном государственном образовательном стандарте, где на первый план выделено формирование универсальных учебных действий, которые определяются как способности ребенка к саморазвитию, самосовершенствованию путем сознательного и активного приобретения нового опыта. И, конечно же, важные позиции в этом – это становление и развитие учебной самостоятельности от умения сотрудничать, то есть от как раз со позиции, да, к умению учить себя, к позиции сам, к умению учиться. И мы понимаем, как это важно для нашего с вами возраста, младший школьный возраст, так как самостоятельность, по мнению большинства ученых, не является врожденной, да, и она формируется, развивается и, конечно же, как качество личности воспитывается. Для ребенка стать самостоятельным – это объективная необходимость и, конечно, естественная потребность ребенка. Вы видите на слайде очень важные позиции, зафиксированные в федеральном государственном стандарте. Все мы буквально в каждом вебинаре общения с вами и обращаем внимание на портрет выпускника и обязательно показываем выпускников разных уровней. Это дошкольный период и период начальной школы. И сейчас мы готовим, и вот уже провели первый вебинар, посвященный позициям создания условий для преемственности и непрерывности уровня образования. Мы готовим следующий вебинар в этой серии, связанный с преемственностью уровней дошкольного и начального образования. Посмотрите, какие важные позиции. Первичные навыки, если мы смотрим портрет выпускника начальной школы, первичные навыки оценочной самостоятельности. Такой очень важный для нас параметр, показатель, как готовы самостоятельно действовать и отвечать перед семьей и школой. Ну и, конечно же, та важная позиция, которая зафиксирована общим портретом учебной самостоятельности. И мы понимаем, что все это завязано на теорию учебной деятельности, на позиции развития субъектности ученика. Субъект учебной деятельности ученик – это ученик, который хочет и умеет учиться. То есть мы понимаем, что это мотивационные компоненты, это компоненты деятельностные, которые раскрываются через позиции целеполагания, планирования, умение выбирать средства, умение осуществлять контроль. То есть все те обязательные компоненты деятельности по структуре деятельности. И возвращаясь к концепции, к культурно-исторической концепции Ивана Семеновича Выгодского, несколько буквально еще моментов, которые позволят нам с вами вести уже практически предметный разговор. Для нас ключевыми будут являться компоненты, связанные с рефлексией, с тем, как это важно, проявлять и создавать условия через содержание образования, которое будет расширять рефлексивные возможности младших школьников. Позиции, завязанные на умении трансцедировать. Я надеюсь, что мы это слово с вами уже достаточно хорошо понимаем. То есть это переступать, выходить за пределы. То есть это как раз то, что составляет для нас важный аспект в умении решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Я открываю знания, я открываю способы. Эти способы я осваиваю. И эти способы я учусь применять, выходя за позиции обычного, воспроизводимого. То есть применять в измененных условиях, применять в новых условиях. И здесь очень важные позиции поисковой активности. Искать возможности для решения возникших вопросов и задач. Ну и конечно же это форма взаимодействия, которые тоже для нас были зафиксированы. И мы с вами понимаем, насколько важно позиции распределенной деятельности, работы в сотрудничестве. И обращаясь опять же к осмыслению позиции рефлексии, как важной составляющей учебной самостоятельности, мы очень хорошо с вами понимаем, что это умение или способность ребенка анализировать свое прожитое. Возвращаться к нас, переводится это слово. Это способность рассматривать свою деятельность с того, что получилось, что не получилось, что я открыл, что узнал, чем воспользовался, какие мне пригодились знания, а что было новое, а что уже в моем багаже знаний очень хорошо укладывалось, и мне это помогло и сделать работу, и сделать новое, может быть, открытие. Могу ли я это сделать? Не могу самостоятельно сделать. Пришлось ли мне прибегать к помощи? К какой помощи? Это очень важная составляющая для анализа то, чем мы с вами занимаемся в позициях оценочной деятельности. Соответственно, выходы на работу в предметном поле мы обязательно начинаем с анализа планируемых результатов, то есть тех ключевых компонентов, в которых мы ведем ребенка. И, опять же, известная вам из многих презентаций схема, которая показывает важность обязательного учета всех групп результатов в проектировании образовательного пространства, насколько это важно в позициях как раз актуализированной сегодня темы нашего разговора. И если мы говорим о рефлексии, то я думаю, что прямая корреляция с одной из важнейших составляющих метапредметных результатов это регулятивные универсальные учебные действия, завязанные на умении и развитии, конечно же, в первую очередь умений действовать. Вот все компоненты регулятивных универсальных учебных действий перед вами на слайде. Вы их, я уверена, хорошо уже распознаете в теоретическом плане и стараетесь выстроить свою деятельность для того, чтобы создавать условия формирования данных умений. А насколько это важно, конечно, мы с вами уже определили на предыдущем этапе разговора. Я сейчас пролистнула слайд, где были обозначены из книги планируемые результаты, из группы требований по регулятивным универсальным учебным действиям компоненты умений, составляющих эту группу. И, конечно, мы понимаем, как завязана наша тема на тему оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Буквально несколько дней назад прошел вебинар, который мы готовили, и наш методист Алла Георгиевна Дигина показала возможности формирования и развития оценочной самостоятельности младших школьников на примере образовательной области филологии учебно-методического комплекса «Школа России». Все проведенные вебинары вы, как всегда, можете посмотреть в записи. Мы надеемся, что это ваша хорошая копилка помощи методической и база для самообразования. Ну и, конечно же, если мы говорим об оценочной деятельности, то все компоненты, которые сейчас создают для нас возможность организовать контрольную оценочную деятельность, это в позициях формирующего оценивания, в позициях итогового оценивания. Мы стараемся осветить. Прошла целая серия вебинаров по как раз мониторингу образовательных результатов. Надеемся, что это тоже стали вашими хорошими помощниками, векторами в изучении этого материала. Ну и более предметно мы сейчас готовим целую серию вебинаров по диагностике образовательных результатов через предметное поле. Вот 14 апреля мы запланировали вебинар по проектированию образовательной программы, где одна из главных компонентов это позиция проектирования системы оценивания образовательных результатов. Это тоже все станет вашим помощником. У нас с вами завершилась третья, самая протяженная четверть. и мы уже готовимся с вами к новому учебному году. Поэтому эти важные позиции, конечно, мы освещаем на сайте и стараемся весь материал представить. В частности, по комплекту Школы России вы видите три важные компоненты, которые мы постарались сейчас наполнить. И эта работа продолжается по блокам теория, методика и практика. Вы, я надеюсь, находите очень большой для себя содержательный ресурс на нашем портале «Начальная школа». И очень легко уже в нем ориентируетесь. Ну, если мы затронули тему оценочной деятельности, я еще раз поставила слайд, который просто, ну, как бы актуализирует эту для нас важную составляющую, показывает некие ресурсы, то, что мы с вами используем в образовательном пространстве, и нам дает возможность создать целостную систему. И, конечно, если мы говорим о развитии самостоятельности ребенка, воспитании, качества независимой личности, самостоятельно умеющей действовать, то одним из замечательных ресурсов, помощников, которые не просто структурируют результаты, а как раз позволяют формировать, развивать и воспитывать это качество, является ресурс, пособие «Мой портфолио», который разработал наш с вами практик, заместитель директора Большого образовательного комплекса «Царицыно» Андрей Владимирович Иванов. Его замечательные работы с 1 по 9 класс, вебинары, которые он проводит, и уже для родителей тоже проводил, это тоже очень хороший для нас ресурс, включиться в сопровождение данной темы. Что самым сложным является, скорее всего, в практике, для нас с вами, готовясь к данному разговору, перечитала большое количество, опять же, литературы. Наверное, самым сложным я бы, как работающий тоже в практике, допустим, педагог, посчитала выделение уровней формирования, развития учебной самостоятельности, как это правильно зафиксировать, как это продиагностировать и как это выделить. Задавая вопросы, как это сделать, я, конечно, не подготовила прямого ответа. Над этим мы стараемся тоже сейчас активно думать, обсуждать это у нас в центре. И часть каких-то наших размышлений мы уже публикуем на сайте, обозначаем в вебинарах и будем стараться в дальнейшем вам это освещать. Вот один из вариантов вообще, как это по уровням учебной самостоятельности младшего школьника трактуется в разных исследованиях, ну, в большей степени это уже труды современных наших, практикоориентированных ученых, которые работают над кандидатскими диссертациями в большей степени. Вот в одной из работ Ольги Петровны Болотниковой, я в качестве примера привела вам просто на слайде, выделенные ей уровни, она выделяет пять уровней учебной самостоятельности младшего школьника, внешний, репродуктивный, ситуативный уровень, уровень социально обусловленный и личностно обусловленный. От позиций низкого уровня или невысокого уровня, развития самостоятельности, позиций подражания, то, что фиксируется в ряде других исследований, как определяемый низким уровнем, подражательно-пассивный, до позиций более высокого уровня. Мы понимаем с вами вот эту картину разности, разности каждого ребенка, учета индивидуальных особенностей. И, конечно, это в то же время создает для нас определенные практические трудности. Как создать индивидуальные траектории, как создать групповые траектории. То, что от позиции стартовой диагностики нужно пронести через четыре года, проектирует для наших конкретных условий, для нашего конкретного ученика возможности проявиться, возможности чувствовать себя успешным, чувствовать себя комфортным, то, с чем приходят в ожидании наши младшие школьники. Ведь им достаточно сложно. И вот с учетом возраста, учитывая те противоречия, которые несет возраст младшего школьника, а их, наверное, нужно обозначить еще в нашей теме, это фиксируется в большинстве трудов психологов, описывающих портрет младшего школьника. Такие типичные противоречия, как потребность растущего организма в интенсивной двигательной активности, и вдруг она вступает в противоречие, ну, слово вдруг, конечно, я обозначила, чтобы показать эту контрастность, противоречие с необходимостью вести малоподвижный образ жизни, буквально не двигаться на уроке, при выполнении домашних заданий и даже на перемене, не всегда мы даем возможность выплеснуть эту потребность возраста в движении. Другое противоречие, допустим, очень эмоционально важная составляющая для ребенка, только пришедшего из возраста дошкольного периода, это тяга к игре, и вдруг противоречие, необходимость отказаться от игры в пользу учебной деятельности, или такой противоречие, когда общительность, желание рассказать, желание поделиться, что тоже характерно для нашего первоклассника, а нам нужно дисциплинированно научиться вести себя на уроке, мало разговаривать, разговаривать по делу, деловое общение, работать более самостоятельно, и, конечно же, такие позиции, как желание, вот как раз в этой эмоциональной поддержке вступить в неформальное общение со взрослым, подойти и рассказать, а что там у меня произошло, что мне купили, а какие у меня там еще были события, ну что как раз тоже мы с вами все проживая вместе с нашими первоклассниками этот период постоянно встречаем в своей практике и тут одна из важнейших составляющих это научиться как раз выстраивать отношения с другим, со взрослым и, конечно же, со своими сверстниками уже в учебном общении. Каковы же возможные механизмы формирования и развития учебной самостоятельности? Ну для нас с вами в примерных программах и соответственно и в нашей образовательной программе образовательного учреждения зафиксированы такие важные разделы, как метапредметные программы. Это формирование универсальных учебных действий, это чтение и работа с информацией, конечно же являющиеся здесь самыми важными. Это педагогические технологии деятельностного типа, это проектная и учебно-исследовательская деятельность, это продуктивные задания на различных предметах, специально разработанные, практикоориентированные ситуации или жизненные в ряде источников, их называют компетентностные задачи, но все слова конечно нам понятны и используемые в нашей практике. Это метапредметная составляющая в предметных олимпиадах, в контрольно-измерительных материалах, ну и конечно же большое поле организации внеурочной и вне классной деятельности. Часть позиций, которые обозначены на слайде и конечно приготовила просто для того, чтобы вы могли к ним обратиться, проанализировать может быть то, что вы читали, то, что вы используете с нашими размышлениями, какими-то выводами и предложениями. Например, обозначим условия для того, чтобы нам их показать уже на предметном курсе для проявления самостоятельности. Это, конечно же, учет степени сформированности учебных умений, это мотивированность, о чем мы с вами уже проговорили, это наличие учебной проблемы, которая понимаема учеником и при этом это понимание обеспечивает включенность, не выпадение из процесса, да, и конечно же это убирает лишние вопросы, которые достаточно часто возникают у ребят. Получая задание, вдруг мы слышим, а сколько там клеточек отступать, да, а с чего начинать, а как это делать, а я не умею, ну, достаточно часто мы с такими позициями сталкиваемся с вами, и наша задача как раз создать условия для того, чтобы таких вопросов, ну, они должны быть, да, но сначала все меньше и меньше, мы будем надеяться, что это говорит о том, что ребенок уже понимает, что нужно делать, понимает, как это нужно делать, то есть осваивать способы и конечно же идет к достижению результата по обозначенному заданию или по обозначенному вопросу-проблеме более уже освоенным способом. Ну и конечно позиции связанные с обеспечением познавательного интереса как источника развития учебной деятельности это стимулирующие самостоятельные задания, это задания позволяющие развивать интеллектуальную активность, это эмоционально окрашенные задания, чтобы ребенок проживал познание, удивлялся своим открытием, удивлялся новому, стремился к тому, чтобы это новое распознать, это новое освоить и конечно же это позиции сотрудничества. Перейдем к анализу ресурсов учебно-методического комплекса школы России мы будем с вами говорить о курсе, который большинство из вас знаком, который большинство из вас давно использует в своей практике и который очень показателен для того, чтобы увидеть ресурсы для формирования и развития учебной самостоятельности. Учебно-методический комплекс в современном состоянии по курсу математики завершен предметной линии, создаваемым большим авторским коллективом, где основоположником является Мария Игнатьевна Моро, всем известный нам методолог методики обучения математики, дидакт и это учебники, это рабочие тетради, вы видите, что все они имеют ресурсы связанные с дополнительным электронным сопровождением, вы видите на обложках диск, которые сопровождают содержание реализации учебной программы специальными заданиями электронных приложений и это большой ресурс для организации контрольно-оценочной деятельности, это и проверочные работы, устные упражнения, контрольные работы, это достаточно мощный ресурс, который сейчас очень актуален в рамках реализации концепции развития математического образования в России, где придается особое значение, особое внимание системе дополнительного образования, системе внеурочной деятельности, позволяющей формировать и расширять кругозор ребенка математические способности, а главное интерес к познанию математики и умение видеть взаимосвязи с окружающим миром тех знаний и тех открытых способов, которые составляют теоретически и конечно же перенос это в практику. Вот такие поля с помощью специальных пособий тоже вам знакомых для тех, кто любит математику и математикой конструирования создаются в рамках ресурсов комплекта школы России. Говоря об электронном сопровождении очень наверное для вас актуальный вопрос, так как все вы ожидаете сейчас появления нового ресурса электронного учебника или электронной версии учебника и курс математики он тоже создан сейчас у нас с вами будет возможность это опробировать следите за анонсами на нашем сайте смотрите вебинары где вам рассказывают как этот ресурс выстроен как с ним работать электронные приложения стали частью электронной версии учебника и уже с ноября 2014 года особенно курсу математики можно электронные приложения скачать на сайте все методисты тоже об этом говорят на главном сайте издательства вы можете это свободно взять и использовать для своей работы если вы еще это не начали активно включать практическое поле а наша задача с вами увидеть как мы через организацию условий включаем обучающихся в разнообразные виды деятельности позволяющие нам развивать способность к учебной деятельности и соответственно конечно развивать субъектность младшего школьника каковы ресурсы в наших учебниках комплекта школы России еще раз обозначу это возможности конечно же через специально структурированные разделы нам реализовать главную методологическую составляющую это системно-деятельностный подход шпут титулы которые нам задают поле для осознания целей задач изучения раздела темы ими предвосхищается каждый тематический раздел и это возможность прогнозировать результат совместно с обучающимися обучая этой деятельности ребят и это ресурс который завязан на позиции осмысления своего результата через рубрику проверим себя и оценим свои достижения это такие разделы как наши проекты где идет комплексное формирование универсальных учебных действий в урочной и неурочной деятельности и замечательный ресурс странички для любознательных которые позволяют нам расширять содержание выстраивать как раз индивидуальные групповые траектории организовывать позиции сотрудничества и достаточно большой арсенал для развития универсальных учебных действий в познавательном поле это умение анализировать классифицировать умение работать с информацией это ресурс для развития интересов математики и конечно анализируя странички учебника мы с вами еще раз на это обратим внимание и воспользуемся этими возможностями для того чтобы просмотреть элементы встраиваемые в урок содействующие становлению и развитию самостоятельности конечно же все учебники в новом варианте новые это уже конечно освоенный вариант в 10-м году школа России заявила себя в новом ракурсе реализации федерального государственного образовательного стандарта это очень показательны те изменения серьезные изменения в структуре учебников изменения в структуре заданий в содержании и конечно же это поле освоения учебной деятельности заданное через содержание учебника вот мы с вами проговорили о том как реализуется идеология системно-деятельностного подхода это от позиции цели полагания до позиции самоконтроля это же очень важная составляющая работает на структурирование и соответственно возможностях реализации содержания в структуре урока перед вами разворот из учебника первого класса я надеюсь что это странички узнаваемые вы видите слева и справа на полях в клеточку обозначенных и с помощью специальных значков актуализированных задания которые несут дополняющий компонент это задание на развитие как раз познавательных способностей ребенка на умение осуществлять перенос знаний и способов в измененные условия это задание позволяющее развивать логическое мышление ребенка выстраивать взаимодействие вы видите допустим примеры обозначенные значком работа в паре и конечно если посмотреть на структуре то мы видим часть содержания которая задает позиции постановки учебной задачи структурирования где задается компонент в виде дидактического рисунка выводящего на обсуждение того содержательного компонента что будет изучаться задача через задание подвести к осмыслению позиций могу не могу выполнить знаю не знаю умею не умею да создать условия для того чтобы столкнулось новое с тем что уже было изучено ранее чтобы это можно было отделить и выстроить элементы связаны с целью полаганием с постановкой ряда задач чему будем учиться что для этого нам необходимо на что будем опираться на какие ранее изученные позиции в теоретическом плане в плане уже освоенного способа ну и вы здесь просто видите пример как через представленное содержание идет работа это две странички два урока над освоением способа решения задач в два действия где составляется анализируется осваивается алгоритм решения составляется план решения задачи и конечно же эта работа последовательная поэтапная пошаговая через подробный анализ подробное объяснение ребенком через осознание через осмысление как это делать легко ли справился в чем были затруднения над чем нужно дальше двигаться работать и соответственно от шага к шагу постепенное освоение способа общего способа решения задачи применения этого способа умение рассуждать при этом это конечно очень глубокая аналитическая работа умение анализировать задачу от составляющих компонентов ну и важная составляющая обратите внимание на специальную рубрику со знаком вопроса это те задания которые позволяют в конце урока ребенка поставить ситуацию диагноза своего продвижения если мы осваивали и составляли план решения задачи то нам и в учебном задании предлагается ребенку составить план решения задачи решить ну и соответственно это дальше идет самоконтроль самооценка того как усвоено как я продвигался к решению тех задач которые были поставлены в начале урока на следующем уроке шло развитие этой темы мы анализировали продолжали рассуждать посмотрите какое дается уже диагностики состав задачу по решению где нужно что уже будет делать ученику нужно будет вернуться проанализировать освоенный способ инструкцию алгоритм и вот здесь есть достаточно хорошая возможность проверить насколько я справился самостоятельно насколько мне нужна была помощь освоена не освоена но для нас это конечно через сигнальную систему обратную связь которую вы все выстраиваете это вот тех ресурсах формирующего оценивания это и всевозможные цветовые сигналы это и оценивание себя по специальной шкале линейки да дембел бенштейна где ребенок обозначает может быть уровень самостоятельности ну и разные другие варианты которые быстро покажут нам как идет освоение способа ресурсы учебника позволяют как я уже сказала выстраивать дифференцированную работу если мы понимаем что для Маши Вани Тани нужна одна ситуация способствующая развитию самостоятельности для Сережи и там еще ряда наших учеников нужны уже другие условия то конечно же мы должны видеть эти ресурсы в рамках учебно-методического комплекса и часть элементов конечно же встроена в сам ресурс урока то что мы с вами анализировали и обратимся к этому еще неоднократно ну и через специальные рубрики как мы уже обозначили с вами это странички для любознательных посмотрите большой арсенал возможностей создать разные варианты для проявления самостоятельности выбери по своему желанию допустим да ситуация выбора всегда ведет к ситуации ориентирования на достижение успеха я подготавливая материал к вебинару пыталась проанализировать и решила показать вам не отдельными типами заданий которые предложены в учебно-методических ресурсах попробовать с вами проанализировать несколько подряд идущих уроков или если мы говорим про учебник то разворотов и конечно же сделаем акцент на теме которую мы с вами обсуждаем перед вами разворот из учебника первого класса первая часть это тема урока которую я уверена вы сейчас уже обозначили она достаточно хорошо вот по дидактическим ресурсам здесь зафиксирована вы видите окошечко которое позволяет нам через вот такую дидактическую схему модель выйти на тему это будет прибавление и вычитание числа три до данного урока проделана большая работа содержательная по освоению способов освоению теоретических компонентов связанных с компонентами действия сложения с пониманием действия сложения и конечно же здесь все эти знания и уже скоянное будет нам хорошими помощниками нам нужно сориентироваться до этого мы учились прибавлять поедельнички да далее прибавление вычитание числа два было и у нас есть возможности здесь это актуализировать дидактический рисунок позволит нам вспомнить состав числа три и соответственно это будет нашей опорой в осмыслении объяснении способа как можно к числу прибавить три как из числа вычесть три вы видите здесь достаточно хорошо простроенную модель которая позволит нам эти способы с ребятами обсуждать далее обсуждаемый способ перенести в действие так называемой внешней речи да то есть объяснение далее использование этого способа в воспроизведении и конечно же начинаем изменять условия где данный способ нужно будет применять уже в ситуациях когда нужно будет выполнить какое-то измененное задание ну вы видите здесь предлагается использовать то что мы сейчас открывали то с чем работали или это как бы еще у многих ребят на ознакомительном может быть этапе произошло при выполнении ряда упражнений это и работа с задачей текстовой это и работа с геометрическим материалом и конечно же на завершающем задание мы с вами видим так называемый прием вычисления с окошком где нужно будет зафиксировать через разложение на компоненты как прибавляем или вычисляем число 3 по частям это использовать и как раз возможность опять же продиагностировать самостоятельность были у нас с вами достаточно важные здесь ресурсы позволяющие нам помочь ребенку в объяснении структурирования содержательного компонента структурирования способа перевода его во внутреннюю речь и достаточно важный компонент это диагностировать отрефлексировать и оценить себя оценить свое продвижение познаний идет конечно большая работа по освоению состава числа что будет для нас важнейшим компонентом вычислительных навыков ну и вы видите на слайде сейчас страничку из рабочей тетрадочки где соответствующие задания позволяющие быстро провести работу по осмыслению по уже применению изученного и конечно здесь тоже есть разные варианты выбора для возможностей каждого ребенка для организации работы в группах для организации взаимоконтроля самоконтроля и конечно возможности нам осмысливать и расширять тот материал содержательный тематический с которым мы работаем если смотреть далее пошагово что мы увидели освоенный и проговоренный способ его применения позволяющий нам далее сворачивать развернутую запись продолжая на следующем развороте вот вы видите эту тему будем учиться прибавлять и вычитать из данного числа мы говорим опять же о числе 3 рассматривая и анализируя дидактический рисунок работая пошагово с моделью где вы видите тот числовой ряд который позволяет нам наглядную модель выполняемого действия освоить что это опять это опять помощник ресурс ребенку освоить способ самостоятельной деятельности освоить и конечно же его применять в ряде упражнений далее вы увидите позиции связанные с выходом на как я сказала сворачивание вот такого пошагового компонента и вы видите работу с таблицей сложения вычитания связанную с обозначенной тематикой где ребята составляют эту таблицу опять же через модель объясняет как каждая строчка таблицы составляется вычисляет и нацеливается на запоминание причем на мотивированное запоминание почему нужно запоминать такие вычисления а если не запоминать то как быстро выполнять вот очень подробно пошагово поэтапно как работать с темой с этапами развития вычислительных навыков прописано в методическом пособии первого класса я надеюсь что тот кто будет может быть через какое-то время опять в первом классе либо может будет как начинающий учитель в комплекте осваивать обратить особое внимание и проанализирует те методические приемы которые позволяют работать на осознание осмыслений и пошаговую такую деятельность в рамках освоения каждой темы то есть что очень важно да важно фиксировать это в виде всевозможных памяток схем моделей и конечно учебник это позволяет делать перед вами страничка из пособия проверочной работы в которой постоянно идет обращение на страницах учебника после завершения какого-то определенного тематического периода в данном случае я показала конечно страничку завязанную на учебник вот когда завершается этот блок тематический то мы с вами видим проверочная работа на странице 24-25 и вот как раз там предложены два задания позволяющие проанализировать как освоена данная тема ну ресурс учебника позволяет нам после того как освоен целый блок тематический подвести ребенка к опять же к осмыслению к пониманию того что я знаю что у меня получается с чем я справляюсь самостоятельно где нужна помощь над чем еще нужно работать через раздел что узнали чему научились вот перед вами пример раздела смотрите блок развернут заданий это первое полугодие первого класса он включает достаточно большую систему разнообразных заданий позволяющих опять же выбрать по индивидуальным групповым траекториям задания для непосредственно каждого класса и завершается каждый блок рубрикой проверим себя и оценим свои достижения где предложены либо варианты тестовых заданий причем в двух вариантах что тоже позволяет нам выстроить самостоятельную работу с ребятами но опять же мы понимаем что первый класс это обучающие позиции в становлении контрольно-оценочной деятельности очень важно правильно научить работать с контрольно-измерительными материалами с тестами с проверочными работой это умение понимать задания понимать инструкцию и очень важно здесь позиции работать вместе сопровождать и постепенно выводить их на более высокий уровень проявлений самостоятельности до этого работаем разбираем вместе работаем и разбираем в группах работаем разбираем в парах обязательно после проведения осмысливаем и анализируем что получилось где были ошибки не жалеем на это время это все нам потом как раз воздается в понимании ребенком своей деятельности в осмыслении осознании и быстром продвижении вперед умение ориентироваться развитие гибкости его вот как раз аналитических способностей рефлексивных способностей и конечно же создает ситуацию комфорта несколько просто буду теперь показывать примеров как ресурсы учебника позволяют нам работать в том или ином ракурсе создания условий для развития самостоятельной деятельности обозначила этот пример разворота из учебника второго класса первого полугодия как пример позволяющий учиться переносить знания и усвоенные способы в новые условия посмотрите на примере темы свойства сложения что происходит ребятам предлагается сравнить выражения и их значения выполняя эту работу если вы сейчас вместе со мной смотрите на данный слайд ребята выходят на актуализацию имеющегося знания это переместительное свойство сложения да далее ребятам предлагается закончить формулировку знакомого свойства сложения далее привести пример в котором перестановка слагаемых облегчает вычисления ну и они могут воспользоваться приведенными примерами используя прием аналогии проанализировать какие-то уже имеющиеся в памяти примеры и конечно же здесь проявить возможность воспроизведения того что я хорошо знаю и умею это создает ситуацию успеха это позволяет нам выйти на следующую позицию когда ребятам предлагается во втором задании позиция вычислить сумму трех слагаемых по разному что значит по разному анализируем понимание задания с ребятами и конечно же рассматриваем предлагаемую дидактическую модель схематичной здесь как раз для нас рисунок поможет ребятам увидеть эту возможность выполнить вычисления по разному и проанализировать объяснить вывести следующие свойства сложения и сделать небольшое очередное для себя открытие зафиксировать это сравнить с выводом который предлагается перейти на опять применение с объяснением вычисления да и несколько заданий которые позволяют нам включить это в активный опыт в активное применение через систему заданий предложенных в учебнике ну и затем продиагностировать насколько я смог новое открыть узнать применить и сейчас могу уже использовать в каких-то самостоятельных заданиях самостоятельно выполнение следующий пример позициях того что развитию самостоятельности помогает включенность ребенка в составлении всевозможных алгоритмов пошаговых инструкций всевозможных справочных материалов не просто пользоваться правилом которое было когда-то давно создано сделать это открытие сделать эту формулировку ну и конечно учиться работать с разными типами информации вот ряд примеров слева вы видите на слайде пример когда ребятам предлагается поучаствовать в составлении вот такой интересной таблицы и вы узнаете что это таблица умножения таблица которая позволяет очень быстро выполнять вычисления практически таблица пифагора и затем ряд упражнений которые позволят составленную таблицу использовать в своей непосредственно учебной деятельности на уроках ну и конечно это расширение способов работы это возможность активно применять то что было ранее изучено и это опять же новое осмысление это перенос в измененные условия того что сработало и в то же время это некая справочная таблица которая мотивирует ребенка через новизну опять же на более содержательное осмысление на самостоятельность в изучении и конечно же на желание очень быстро изучить и применять на примере справа мы видим как ребята включаются это всегда было это достояние как раз данного курса математики включается в составление пошагового алгоритма вычислительного и конечно же здесь разные варианты возможны самостоятельность составления затем обсуждение это и подключение для работы в составлении алгоритма в парах в группах то есть то что мы с вами всегда почувствуем и конечно же предлагаем ребятам выбор как вы будете это выполнять да каковы возможности если мы с вами говорим о со деятельности о работе в группах о работе в парах понятно что это тоже это деятельности тоже мы обучаем и самостоятельности в этой деятельности у нас с вами целая простраиваемая методика в этом да мы технологично это делаем и странички учебника нам помогают допустим через специальные игры которые опять же учат переносу открытого способа переносу знаний в измененные условия в новые условия я привела примеры тоже вам на слайде и замечательная вот такая рубрика само название тоже говорящий помогаем друг другу сделать шаг к успеху задания подобранные здесь набжены советами как действительно выращивать эту самостоятельность и создают нам хорошее поле для того чтобы дети учились навыкам взаимодействия да и конечно же здесь навыки самоконтроля проявления и проверки насколько я думаю а сам и насколько мы вместе ну и достаточно большое поле и замечательное полюбившееся педагогом и конечно же дети с интересом к этим страничкам а дальше им конечно очень хочется с данными страничками работать я говорю о рубрике наши проекты самый первый проект в курсе математики с которым встречаются ребята это проект первого полугодия математика вокруг нас числа в загадках пословицах и поговорках данный проект является вообще первым в первом классе наверное уже у вас на слуху и те кто слушает наши вебинары и по проектной деятельности был вебинар и вебинар по математике вот совсем недавно мы методист Ставцева Дина Александровна рассказывала ресурсы проектирования урока математики совсем скоро видеозапись этого вебинара тоже появится тот кто не успел вместе с ней поучаствовать в данном вебинаре поэтому я подробно не буду рассказывать ну что очень важное конечно уметь анализировать этот ресурс уметь правильно создать условия для развития самостоятельности посмотрите что здесь важно это то задание стимул которое сопровождает этап постановки учебной задачи это то содержание которое позволяет нам выйти на образ того с каким материалом мы будем работать опять же мотивационный компонент и очень важный компонент это инструкция без инструкции конечно сложно ребятам организовать свою деятельность так как мы говорим об обучающем ресурсе проектной деятельности и эти инструкции вы видите на страничке когда ребятам примерно предлагается на выбор как можно выполнить эту работу чтобы быть успешным но мы с вами педагоги понимаем что первый проект это значит анализ того опыта имеющегося у ребенка с чем он уже работал в чем будет для него новизна в чем мы можем оказать ему помощь что нужно оставить на самостоятельную работу то есть распределить в зависимости от условий вот те ресурсы которые имеются у нас в учебнике и продумать как это будет встроено в деятельность и очень важный здесь для нас момент конечно же то что дети еще не имели опыта организации работы над проектом поэтому нужно здесь прожить этот этап помочь осмыслить обязательно помочь отрефлексировать как мы работали над этим проектом как было удобно работать в парах или в группах если кто-то работал сам то какие он встретил допустим интересно было ему не интересно может быть интереснее в группах когда ребята будут рассказывать ну то есть все это нужно проанализировать чтобы обобщить опыт первый опыт работы в проектном поле ну и помочь в этом конечно же может методическое пособие где очень подробно расписан данный ресурс где описаны ряд учебных ситуаций и возможности организовать работу над проектом внеурочной деятельности и конечно же правильная организация работы с ребенком с семьей понимание этого поля нового для ребенка хотя опыт включенности в разные виды деятельности в том числе в проектной деятельности у ребенка в дошкольном периоде уже состоялся но это первые такие опыты первые культурные практики которые нужно дальше актуализировать и расширять на слайде я показываю пример проекта из второго класса первого полугодия тоже под рубрикой математика вокруг нас вы видите у проекта сразу стоит значок работа в паре опять же есть мотивационный содержательный компонент инструкция очень подробная инструкция как можно поработать чтобы выполнить данную работу и это очень хороший проект для устраивания интеграции с межпредметной здесь изобразительное искусство технологии и курс окружающий мир когда познание других культур познание другого и конечно же это рукотворный мир предметы которые позволяют наш быт украсить и эстетика и конечно много-много интересных размышлений многое можно с ребятами обсудить многое проанализировать и в данной данной ресурсы показываю слайд где работа над проектами втором классе там проект оригами обозначенные узоры и орнаменты на посуде из опыта работы педагогов представлен это ресурс нашего канала странички начальная школа просвещения на этом ресурс странички ютуб выйти с сайта прямой ссылкой без регистрации и посмотреть проанализировать можете поделиться своим опытом мы всегда рады будем выставить результаты вашей работы на обозрение чтобы другие педагоги и родители и дети могли вашим опытом воспользоваться восхититься и конечно это для вас хорошая возможность тоже заявить о своей успешности другая страничка из рубрики наши проекты третий класс второй полугодия посмотрите насколько уже усложняется содержательный вот такой компонент завязанный на рубрику задачи расчеты неоднократную рубрику встречающуюся в учебниках третьего четвертого класса частично задания завязаны конечно на умение работать с задачей работать с информацией то есть межпредметное такое большое поле внутрепредметное поле на интеграцию знаний на интеграцию способов и это как раз возможность переноса то что очень для нас важно в развитии самостоятельности здесь приводятся разные варианты задач расчетов предлагается придумать задачи расчеты узнать я для примера хотела бы обратить ваше внимание вот на одну из строчек в этом задании одно предложение ребятам предлагается прочитать рассказ Николая Нотова Мишкина каша стихотворения Сергея Михалкова Жадный вортан и ответить какие ошибки допустили герои в задачах в расчетах если мы с вами действительно за вот этот блок задания зацепимся сориентируемся то мы можем очень интересную работу выстроить я просто предложу предложение рассмотреть маленький практический пример с ребятами читаем эту сказку анализируем особенно нам очень важен момент связанный с этапом приготовления каши целый день мы на реке проболтались герои пришли голодные к вечеру вернулись домой ну Мишка говорю ты специалист что варить будем только такое что побыстрее есть очень хочется давай кашу говорит Мишка кашу проще всего ну что ж кашу так кашу растопили плиту Мишка насыпал в кастрюлю крупы я говорю сыпь побольше есть очень хочется ну и вы помните что происходит дальше как каша начинает у нас на глазах расти выползать из кастрюли и здесь очень показательное вообще произведение когда мы можем простроить с ребятами диалог по позициям самостоятельности вот она ситуация практикоориентированная мама уезжает два ребенка остаются полностью самостоятельно в варианте проявляя себя вот все тебе ресурсы все вокруг есть и что здесь нужно здесь не просто прямое подражание да вот тот первый этап развития самостоятельности что говорил Мишка мама так всегда делает в ситуации приготовления каши а на самом деле конечно очень важна вот эта позиция этапности я не просто должен знать да я должен перейти к позиции умею делать это хорошо и качественно ну и под словом качестве очень-очень много критериев а что значит умею это значит знаю как да то есть это полное владение способом от понимания осмысления да применения и конечно включение в активное поле деятельности и для нас это и диалог с ребятами где они обсуждают и выход на индивидуальный опыт каждого ребенка а может какие у него были в жизни ситуации где он себя и как проявлял да это работа может быть хорошим продолжением проекта в первом полугодии который был обозначен на страничках учебника окружающий мир школа кулинаров когда ребята создавали ну разные варианты либо книгу кулинарных рецептов да либо книгу здорового питания либо разные разные варианты которые в каждом классе появляются в зависимости от интереса от предложений которые поступают в ответ на постановку да той проблемной ситуации или того тематического поля и здесь есть у нас возможности поработать связь математики окружающий мир и конечно же практическое поле применения это и составить книгу рецептов то что я могу приготовить самостоятельно когда родителей и взрослых нет дома и это сбор всевозможных рецептов через разные источники расширения как раз способов работы с информацией это интернет ресурсы да это возможности проанализировать какие дома есть книги рецептов сейчас очень много интересных выпускается помощников и для ребят в том числе это и возможность анализировать рецепты конечно в соотношении с изучаемым материалом по математике задание это было какое в проектном содержании какие ошибки были допущены в расчетах это значит несоответствие тех количеств которые были взяты значит нужно это проанализировать посмотреть как правильно выстраивать пошаговую инструкцию чтобы прийти к успешному результату каковы же есть помощники это все работа с разными схемами которые обозначают способы приготовления ну и конечно умение считывать информацию в представленную в разных образах и целый такой большой блок станет помощником за который будут и ребята благодарны и родители в первую очередь да это еще одна ступень как к взрослению к проявлению самостоятельности такие задачи расчеты опять же завязаны на кулинарные возможности есть и на страничках в учебнике четвертого класса когда ребятам предлагается проанализировать таблицу в которой представлен перевод масс тех или иных продуктов в граммах да и перевод с помощью подручных средств для взвешивания это стакан столовая ложка чайная ложка с этим можно поиграть это можно порассчитывать эту таблицу можно составить продолжить найти где можно воспользоваться более подробный где много 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 будет предложено разных продуктов и такие справочники тоже имеются то есть взаимосвязь с реальной практикой да и все время акцент на то что вот как здорово что такие задания позволяют нам быть более самостоятельными да очень легко справляться с той или иной практической ситуацией ну вот гости на пороге например как быстро приготовить если нужно воспользоваться рецептом а в рецепте все четко в грамот прописано ну и такие практикоориентированные задачи расчеты неоднократно встречаются это кладезь для того чтобы нам как раз вот эти взаимосвязи ребенок и семья да математикой и соответственно его практическое применение имеется ввиду знаний и способов вот такие странички для любознательных нам открывают и большое поле проектных заданий завязанных на формировании и развитии универсальных учебных действий с первого по четвертый класс это наши помощники в развитии данной темы очень замечательный ресурс данных страничек для подготовки к математическим разным конкурсам и олимпиадам рубрика так и называется готовимся к олимпиаде но на самом деле заданий для подготовки к олимпиаде большое множество это на полях то что я сегодня уже обозначала это внутри содержание урока с восклицательным знаком задания повышенной сложности это через странички для любознательных и конечно же это курс внеурочной деятельности для тех кто любит математику программа и ресурсы с замечательными заданиями в тетрадке которые станут вашим помощником если вы еще не воспользовались это курс по развитию пространственного мышления математика и конструирования тоже со всеми сопровождающими ресурсами ну и еще один пример пример как можно соединить то что мы с вами сегодня проговорили это возможности применять знания и способы деятельности в межпредметных связях опора на странички для любознательных опора на изучаемое знание способ хочу показать ну я надеюсь на актуальной теме у нас с вами сейчас замечательное время года природа преображается весна и вы видите на страничке дерево знательных четвертый класс второй полугодия страничка 78 ряд заданий где можно простроить разные межпредметные связи с курсом окружающий мир да вы здесь среди заданий видите работу с блоком живая природа весна появление разных признаков весенних и конечно же взаимосвязи с миром птиц то что можно провести периоды в жизни птиц перелетные и разные разные интересные моменты познавательные то что вот эта страничка нам позволяет сделать очень интересно таблица и задание 3 на данной страничке ребятам предлагается рассмотреть и сравнить данные приведенные в таблице выразив скорости в одинаковых единицах что мы здесь видим данные это скорости полета и число взмахов крыльями в одну секунду разных птиц интересные моменты это анализ пропусков почему пропущено что это означает это не полученная информация тогда где ее можно получить это работа по применению освоенного способа когда нужно переводить одни единицы работы с величинами в другие это конечно же блок выводящий на поле осмысления данной информации это проверка достоверности информации я предлагаю далее продолжить и дополнить эту таблицу допустим вариант когда мы можем подобрать ряд еще объектов то есть это будут ряд птиц этому можно предложить загадками это можно предложить прослушать музыкальными загадками фрагментами ну допустим включить голоса птиц ребята будут узнавать да и эту птицу и далее дополнять информацию о данной птице ну вот в качестве примера конечно же привела ожидаемого гостя скворца наверное уже есть среди вас те кто встретил гостей очень ожидаемых анализируем после того как прослушали загадку а знаем ли мы и где можно узнать скорость полета число взмахов крыльями обращаемся к энциклопедиям интернет это уже четвертый класс второй полугодия мы уже накопили способы разной работы с информацией вот перед вами уже собранная информация проанализируем вставим дополним ведь нам нужно было в одинаковых единицах выразить скорости поэтому найденную информацию нужно привести в соответствие в каких мы единицах выражали либо все километры в час либо метры в минуты какая была единица удобнее все это мы уже проработали с ребятами проанализировали далее хорошие возможности для того чтобы здесь актуализировать и применять те знания и способы с которыми мы работали в четвертом классе в первом полугодии мы изучили понятие диаграммы нам очень важно отработать чтобы дети умели читать диаграмму пользоваться этим и вот задание которое я предложила вам на слайде просмотреть нужно найти диаграмму показывающую расстояние которое пролетит скворец за одну минуту если за 5 минут он пролетел 20 километров представлено на выбор для анализа две диаграммы я надеюсь что вы видите клеточки которые позволяют найти решение предложенной задачи ребята проанализировав увидят что подойдет и первая и вторая в зависимости от того что будет принято за единицу за мерку и соответственно для того чтобы выполнить данное задание нужно сначала найти скорость и здесь актуализируется тот материал которым мы тоже очень важный материал четвертого класса перелет скворца связан с тем что ожидаемо мы готовим праздники для птиц для встречи птиц вернее готовим для них домики хотя на самом деле это очень интересный момент завязанный на то что мы можем здесь и анализировать разные материалы разные формы разные домики которые готовили анализировать информацию которая представлена в источниках вот например рассказ старый воробей мамина сибиряка где описывается инструкцию а как же строится и прикрепляется скворечник если мы с ребятами прочитаем данный фрагмент и проанализируем то очень легко выйдем на устройство скворечника и тогда соответственно рассматриваем обычный вариант скворечника из каких частей состоит работаем с инструкцией нужно если анализируем технологические карты здесь очень хорошие взаимосвязи с курсом технологии авторский коллектив очень хорошо простроил интеграцию с курсом математики посмотрите в четвертом классе достаточно большой блок заданий завязанных на применении геометрического материала как раз развитие пространственных представлений и умение вычитывать математическое содержание в каких-то реальных объектах с которыми ребята работают ну и конечно же работа с инструкциями самая разная и эта тема выведет нас на разные междисциплинарные проекты это история появления традиций строить скворечники и виды домиков для птиц да и правила размещения скворечников и вы с ребятами сделаете много открытий что на самом деле конечно не весна это время строительства домиков для птиц почему очень важно с осени построить домик все это мы можем с ребятами сделать узнать сделать эти открытия и подготовиться к празднику который совсем скоро будет праздноваться это международный день птиц 1 апреля а сколько разных эмпирических связанных с курсом математики проектов можно в этом направлении выстроить это и наблюдение за сроком прилета скворцов это и курс окружающий мир это и математика и конечно же важные составляющие когда мы на собранном материале можем дальше выстраивать ряд умозаключений и дальше учиться работать с информацией это и подсчеты количества прилетов скворцов для кормления скворчат открытие способа но к этому конечно нужно тоже ребят смотивировать вот такой большой ресурс позволяющий выстроить разные варианты работы индивидуализированные мы посмотрели конечно буквально приоткрыв странички у нас уже очень большой содержательный материал по раскрытию возможностей курса математики авторского коллектива под руководством основы Марии Игнатьевны Моро имеется на сайте большой интересный материал несколько вебинаров провела Светлана Ивановна Волкова соавтор курса и автор многих пособий с которыми вы работаете это тема которая требует продолжения и надеюсь что мы еще неоднократно в разных аспектах будем данным материалом работать и подошло время ответить на вопросы Вопрос почему нет контрольно-измерительных материалов по учебно-методическому комплексу перспектива по школе России это видимо как бы работающего по УМК перспектива ответ будет такой что сейчас как раз работа над созданием контрольно-измерительных материалов ведется активно к данному комплекту учебника и надеемся что это будет вашим помощником когда будет апробация электронных учебников УМК школы России можно ли скачать электронный учебник я уже ответ наверное сегодня озвучивала на данный вопрос проговорю что ожидается в апреле активное подключение педагогов разных регионов к апробации следите за анонсами на нашем сайте будет рассказано как это сделать как подключиться насчет позиций можно ли скачать электронный учебник это конечно вопрос который освещает всегда в своих вебинарах главный стратег по электронным учебникам Артем Соловейчик обратитесь к ресурсам видеозаписям вебинара и найдете там ответ скорее всего это конечно разные варианты сопровождения так как можно скачать бесплатно приложение к учебнику но на это на этот вопрос был ответ выходите на главный сайт издательства просвещения в каталог находите нужный учебник нужный класс скачиваете и по инструкции распаковываете электронное приложение на свой компьютер и используете вы и ваши ребята как вы считаете в учебниках предлагаются проекты как вы считаете необходимо ли их выполнять ученику все или можно выборочно спасибо ну вот сколько раз уже говорим о проектной деятельности конечно этот вопрос очень часто звучит учебник предлагает ресурсы выбор и создание условий для того чтобы этот выбор у ребенка у вас состоялся это конечно ваша как раз ситуация ребенку выполнять все проекты не обязательно главное как это встраивается в общую систему как вы это встроили в разные межпредметные связи здесь ситуация обучающих элементов прожить от и до и проанализировать чему научился и очень важный компонент это мотивационный компонент если есть желание то всегда найдется и время и ресурсы для того чтобы выполнить и соответственно тогда индивидуальный подход кто-то выполняет все в зависимости от того как это простраивать в образовательном пространстве работе работаю учителем математики старших классов на следующий год беру нынешних четвероклассников в начальной школе яркие учебники с интересными вопросами заданиями на какой учебник ориентироваться в пятом классе прочитала этот вопрос ответы готовим потому что мы сейчас готовим целую серию вебинаров под рубрикой преемственность и непрерывность создание условий для обеспечения преемственности и непрерывности не только с уровнем дошкольного образования о чем я уже проговорила но и с уровнем основного общего образования что для всех педагогов очень актуально сейчас идет активная подготовка к переходу наших четвероклассников в пятый класс создание для них разных условий поиск альтернатив и в мае мы уже часть вебинаров обозначим поэтому следите за анонсами где будут разные варианты учебников предложены конечно же в зависимости от ресурса все учебники и все программы начальной школы должны подготовить к успешному переходу на следующий уровень образования к чему мы с вами педагоги начальной школы я уверена все стремимся и сейчас начнется самый для нас ответственный этап в апреле пройдут разные варианты диагностики оценивания получаемых результатов вам всем успехов вашим ребятам успешного завершения начальной школы если мы говорим о четвероклассниках все кто сейчас не завершает еще начальную школу конечно осмысление понимание становление учебной деятельности комфорта благополучия и ждем вас на всех наших вебинарах которые вам интересны будем рады вам помочь очень хотим получать от вас ваш опыт вот проведенный фестиваль в Санкт-Петербурге куда приехали из 25 регионов у нас педагоги показал насколько вы талантливы насколько вы заинтересованы поэтому продолжение сотрудничества я надеюсь будет для всех обоюдно успешным всего доброго до сих пор